Да будет свет, сказал электрик, и сказал он это сто лет назад. Именно тогда в нашем городе появилось электричество. В 1916 году паровозоремонтный завод, ныне это Муромтепловоз, приобрел два турбогенератора, которые обеспечивали током производства железнодорожную станцию, а также ближайший рабочий поселок. А 18 февраля 1954 года постановлением Муромского гора и сполкома электрики были выделены из коммунального хозяйства самостоятельное предприятие «Горэлектросеть». Таким образом, у предприятия сегодня 60-летний юбилей. Что такое электросеть? У нее делов не счесть. Кабель надо проложить, где-то провод заменить, за подстанцией следить. Можно долго говорить. Света нет, тогда беда. Сразу звонят все сюда. Свет всем сразу подавай и причины устраняй. Холодильники текут, заводы все встают, и в квартирах темнота, в общем, хаос и беда. Чтобы не было беды, вы для этого нужны. В холод, в стужу и жару вы стоите на посту. На сегодняшний день база предприятия «Горэлектросеть» включает в себя 169 трансформаторных подстанций, 9 распределительных пунктов и 573 километра линий электропередачи, 205 из которых высоковольтных. Предприятие идет в ногу со временем, применяются новые технологии, внедряются современные оборудования, инструменты и материалы. Сегодня «Горэлектросеть» является лучшим жилищно-коммунальным предприятием города. И по финансовым показателям, и по технической работе, и технологии, применяемые на предприятиях, всегда самые новые. Вот я могу заметить, что все новинки, которые появляются в сфере энергетики, они измедлительно появляются в нашем городе. Это и бестроншейный метод прохода дорог. Впервые его применил именно «Горэлектросеть». Это и новый кабель. И мы видим сегодня, что практически непогода уже не страшна нашим энергетикам. И жители уже, наверное, отвыкли от таких понятий, как отключение электроэнергии после каких-то снегопадов или сильного ветра. Все это благодаря тому, что перешли на новый защищенный кабель. Практически не осталось в городе деревянных столбов. Они все сегодня железобетонные. Год назад мы применили диодные светильники в городе. И по отзывам водителей, пешеходов, мы видим, что это успешное нововведение. Поэтому в этом году мы постараемся осветить новыми светильниками все центральные улицы города. И пойдем уже по микрорайонам. Поэтому предприятие развивается. Предприятие устойчиво работает. И в этом, конечно же, заслуга, прежде всего, самого коллектива. Коллектив в городе Тресетти – это сплоченная команда профессионалов, которые любят, уважают свое дело и работают на благо жителей. Отдельные слова директору Владимиру Анатольевичу Борисову. Это настоящий профессионал своего дела. Очень вдумчивый, грамотный, ответственный руководитель. И он заслужит только самую высокую оценку. Поэтому хочется в этот день поздравить работников предприятия и ветеранов Гору Тресетти с праздником. Пожелать крепкого здоровья и дальнейших успехов на своей работе. Достижение предприятия – это заслуга всего коллектива. Отличное знание своего дела, опыт, аккуратность и внимательность к самым незначительным деталям своего труда – это основные качества, которые вырабатывают в себе рабочие и служащие Муромского предприятия ГорЭлектросеть. Сегодня средний возраст, работающий здесь, 43 года. Молодежь бок о бок трудится с представителями старшего поколения, имеющими богатый опыт и знания. Всех сотрудников ГорЭлектросети, всех бывших сотрудников и ветеранов, я поздравляю с юбилеем предприятия. Желаю крепкого здоровья, благополучия, стабильности. А муниципальному унитарному предприятию ГорЭлектросеть округа Муром – процветания и стабильной работы. С праздником вас! Профессии энергетиков, конечно, интересны, но и опасны. И мы желаем им не ошибаться и не гаснуть. Галина Воробьева, Александр Сидоров, Новости 24, Муром.